Родная моя, я передаю тебе привет из сегодняшнего дня. Я знаю, что ты когда-нибудь заглянешь сюда снова, посмотришь это видео и вспомнишь время, когда ты была так счастлива. Я предлагаю тебе вспомнить наше путешествие, счастливое путешествие, из Брюсселя в Динант. Динант – это город в Волонии, франкоговорящей части Бельгии. Динант лежит в долине реки Маас у подножья Орден, гористая местность, очень живописный район. А также Динант известен как город, где родился Сакс. Это человек, который создал саксофон. И там очень много мест, посвященных саксу и саксофону. Итак, мы отправили свое путешествие с Южного Брюссельского вокзала на поезде. На поезде очень приятно путешествовать. И не только мне, но и моему другу Рику, потому что ему не нужно беспокоиться о дороге, о том, что может случиться в дороге. И можно расслабиться, сидеть и смотреть в окно на красоты Бельгии, родного края. С Южного Брюссельского вокзала поезда идут во все страны Евросоюза. Во Францию, в Германию и даже в Англию. Практически весь Брюссельский район мы проехали под землей. От одного вокзала до другого. И вот последний Люксембургский вокзал. И после этого мы уже оказались совсем в другой части Бельгии. И эта часть очень отличается от Фландрии. Как вы можете видеть, мы уже передвигаемся вдоль реки Маас. Мы видим на берегах этой прекрасной реки различные домики, постройки. И природная часть совершенно открыта для просмотра. Это нас очень радует, а также радует погода. Наконец-то в Бельгию пришла. Настоящая весна, тепло. И можно этим вдоволь насладиться в коротком отпуске. У нас будет 4 дня для того, чтобы познакомиться поближе с Динантом. Река течет очень медленно. И ее русло внезапно расширяется. Берега отдаляются от нас. И мы видим зеркальную гладь ее поверхности, напоминающую просто озеро. И вот нас встречает Динант вот таким речным трамвайчиком. Очень живописно развиваются нарядные флаги всех стран Евросоюза. И по краям этого моста стоят разноцветные саксофоны, каждый из которых подарен одной из стран Динанту. Очень нарядное праздничное зрелище. Этот мост соединяет природную зону Динанта с центром города. Нам не нужно было идти по мосту, потому что наша вилла зарезервированная находилась именно в этой природной зоне. На пороге ее нас встретил хозяин Жан-Филипп, молодой мужчина. Он рассказал нам о правилах этого дома, о том, что в нашем распоряжении здесь практически все, что мы видим. И мы начали обследовать наше место пребывания эти четыре дня. Это гостиная. Дом сохранил интерьер, первоначальный интерьер, унаследованный от родителей. Этот дом построил отец Жан-Филиппе. Он был архитектором. Различные картины и декоративные украшения на стенах выполнены тоже различными родственниками. Такое сложилось у нас впечатление, что семья Жан-Филиппа была очень артистичной, художественной семьей. Кстати, он сам музыкант, пианист, преподает фортепиано в консерватории Динанта. Является профессором консерватории, а также дает концерты с оркестром. Но в связи с пандемией коронавируса, это все сейчас отложилось на два года. И он пока не дает концерты, потому что ему нужно будет восстанавливаться. А пока на это время он открыл бет и брекваст и занимается домом. Такие подробности нам интересно было узнать. Это даже было неожиданностью, что человек ищет выход из ситуации таким образом, что он не гнушается работы на собственном участке, в собственном доме. Не гнушается тому, что он может сам приготовить завтрак и подать этот завтрак. Причем делается все очень эстетично, красиво. И вообще он очень хороший, приятный молодой человек. И сейчас, когда мы уже дома, Ирик находится в поисках нового места для нашего путешествия, для наших приключений, Я прошу его об одном. Пожалуйста, найди такого же Жан-Филиппе С таким же вкусным, замечательным завтраком. А мы продолжаем исследовать наше место пребывания. Вот эта спальня. Она имеет два окна. И каждое окно выходит на свою террасу. Одна терраса находится на солнце, Другая в тени, А вечером наоборот. Тематическое оформление спальни, Видимо, перья или птицы. Потому что вся комната, Начиная от постельного белья, Заканчивая картиной на стене, Оформлена перьями. И даже обои представляет из себя рисунок перьев. Я спросила у Жан-Филиппа, Почему такая тема выбрана? Он сказал, что у нас на территории Очень много птиц, И они оставляют свои перышки на газонах. И, видимо, это отразилось на теме спальни. Территория виллы очень большая, Я бы сказала, огромная, Без границ. И очень хорошо ухожена. Еще одно самое главное забыла вам сказать, Что наконец-то мы ощутили аромат весны. В Бельгии практически ничего не пахнет, Нет никакого аромата, Хотя очень много цветет деревьев, Кустарников. Очень много цветет, Но нет аромата. А здесь мы ощутили в полной мере, Что такое аромат весны. Тишина птички поет С самого раннего утра до позднего вечера. А погода замечательная. Так повезло нам с погодой. Мы были очень-очень рады Каждому мгновению нашего пребывания. Здесь рыбки плещутся в пруду, А день весь в дреме, И так долог. Бежит по камушкам ручей, Играет в переливах света, А на цветок сел бурый шмель И загудел, что скоро лето. Вот здесь вы можете видеть Нашего Пьер Жана, Он разговаривает с Рейком И готовит нам, Сервирует стол к завтраку. А здесь под крышей дома, В домике для синички, Появились птенцы. Это очень хорошая примета. И после завтрака Мы отправились на первую Свою экскурсию в город. Для этого нам надо спуститься Немного до моста, Соединяющего природную зону С центром города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok